ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улучшило эмоциональное состояние многих пожилых людей, которым пришлось самоизолироваться. Трудно в одиночестве, тоска по близким, отсюда и тревожное расстройство. Советы для всех достаточно общие, но эффективные. Во-первых, это любое действие. То есть есть даже такое правило, если тебе плохо, действуй. То есть когда человеку тревожно, грустно, ему нужно отвлекаться на любое действие. Недавно по телефону доверия рассказывала женщина, что когда на нее нахлынивает состояние тревоги, она идет и перемывает по дому всю посуду. Ее это очень сильно успокаивает, потому что она в действии, она сосредоточена на какой-то работе, тревога уходит. Чтение книг, просмотр каких-то приятных телепередач, любимая еда, например, зеленый чай, шоколад и бананы. Это три продукта, которые действительно убирают уровень тревоги в организме. Занятия спортом. Как понять, что эмоции вышли из-под контроля и пора обратиться к специалисту, рассказывает психотерапевт. Тревога гиперболизированная. Когда человек испытывает вот эти вот патологические ощущения, например, как сердцебиение, нечувствие нехватки воздуха, паника, желание куда-то бежать, с кем-то говорить. Опять-таки вот это вот тревожное, неописуемое состояние. Но при этом тревога направлена куда-то туда, что может быть, но, скорее всего, не будет. То есть, когда, например, люди уже на 100% уверены, что они переболели COVID-19, либо они считают, что у них пневмония, но при этом нет никаких признаков и каких-то опасений для этого. Вот с такой проблемой уже можно обращаться, как минимум, на горячую линию, либо к психологам, находящимся в поликлинике. Мы решили поинтересоваться у гомельчан, насколько их тревожит распространение коронавирусной инфекции и связанное с этим ограничения и угрозы. Естественно, тревожимся, потому что в семье есть дети, переживаем за детей. По возможности пытаемся их изолировать от посещения детских садов и школ. Ну, как вам сказать? Я бы не сказала, что тревожусь. Нет? Чуть-чуть. Чуть-чуть тревожимся. Тревожимся, ну, в какой-то мере. Переживание есть, руки обрабатываем, все процедуры проходим, которые необходимы, но на улицу все-таки выходим. Если честно, я не сильно тревожусь по поводу коронавируса. Тревожишь, когда ко мне подходят с микрофоном. Сидела три дня дома, но это невозможно. Еще раз учусь ходить. Вот вышла с книжкой, но тут же людей мало. Нет, я не боюсь коронавируса. Неизвестное, безусловно, часто пугает, и это норма, как летать на самолете или прыгать с парашютом в первый раз. Используйте доступные профилактические меры, но не запрещайте себе жить. Если качество жизни серьезно ухудшается из-за стресса, позвоните в Гомельскую областную клиническую психиатрическую больницу по круглосуточному номеру 315161 или назначьте встречу с психологом или психотерапевтом. Сделать это можно анонимно. Марина Джала, Валерий Капанько, Новости недели.